Сегодня опять говорим про цену биткоина, и да, ребята, сейчас всё становится очень и очень серьёзным на биткоине. Если вы спрашиваете себя сейчас, о чём же ты говоришь? Что ж, давайте погрузимся прямо в графике, потому что сейчас разворачивается один паттерн. Один паттерн очень близкий к прорыву. И самый важный вопрос сейчас такой. Пробьёмся мы наверх или всё же уйдём вниз? Какие у меня целевые цены? И каким будет мой следующий трейд на биткоине? Если вам нравятся такие короткие видео про биткоин, про мои ожидания от биткоина, обязательно ставьте лайки. Если вы подписаны на наш канал, вы определённо получите хороший настрой. Узнаете про мои прогнозы и биткоин. Так что обязательно подписывайтесь. И да, к концу видео мы также поговорим про випад. Но пока что давайте поговорим про биткоин, потому что мне есть что рассказать. Итак, для начала давайте посмотрим на это. Как вы видите, на данный момент биткоин собирается пробиться через нисходящее сопротивление. Но вот что я вам скажу, самое важное сопротивление находится здесь. Остальное это детские игрушки. То, на что мы здесь смотрим, это горизонтальное сопротивление, которое нужно пробить. Как видите, оно было очень сильным сопротивлением ещё здесь. Также здесь. И, конечно, ещё ранее здесь. Ну и, конечно, это было очень сильной поддержкой. Так что сейчас можно ожидать. Но очень мощное и важное сопротивление выше нас. Примерно между уровнями в 39 тысяч и 41 тысяч долларов. Паттерн, про который я говорил в самом начале видео, это немного другой. И его уже можно заметить здесь. И вы точно его увидите, если я открою, но не это. Мне нужен линейный график. Мы здесь говорим, дамы и господа, про потенциальный. W-паттерн на биткоине. С линии выреза, и это будет видно, если я открою свитчи, с линии выреза прямо на уровне в 39 тысяч долларов. Я не говорю, что мы обязательно пробьёмся, но в момент, когда мы пробьёмся, можно будет зайти в лонг. Звучит, конечно, не очень логично, учитывая то, какой рынок у нас сейчас. Именно поэтому нам нужно дождаться закрытия 4-часовой свитчи выше 39 тысяч. Но да, если это произойдёт, тогда потенциально мы сможем получить примерно плюс 18%. Но подождите, ребята. И об этом я также хотел сказать. Это очень-очень важно. Я остаюсь на медвежьей стороне в ближайшем времени. Пока мы не пробьёмся через горизонтальное сопротивление, пока мы находимся ниже него, я остаюсь на медвежьей стороне. То же самое на дневном графике 4-часовом, ну и, конечно, на часовом. Вчера я сделал бычье видео, и оно касалось месячных свитчей. И вот люди говорят, Крис, ты говоришь в один день конец игры, а на следующий захожу на всё. Но очевидно, в долгосроке я на бычьей стороне. И я хочу, чтобы вы, ребята, отличали разные таймфреймы. На дневном, на 4-часовом я остаюсь на медвежьей стороне, пока мы не пробьёмся через горизонтальное сопротивление. Когда мы пробьёмся через него, да, я зайду в лонг. Буду ждать целей в 46-47 тысяч долларов. Пока этого не происходит, я остаюсь очень осторожен. Если вы также хотите торговать, вы можете забрать свой бонус. Внизу в описании у нас есть ссылки на 4100 долларов бонусом. Всё, что вам нужно, ребята, спуститься вниз, кликнуть по этой ссылке, если вы опытный трейдер. Иначе лучше просто не трогайте ничего. Итак, кликаете, делаете аккаунт, забираете бонус после вашего депозита. И да, посмотрите, какой тут прекрасный вид. Природа тут просто чудесная. И я рад, что я могу с вами этим поделиться. Когда у нас медвежий рынок, я хочу быть в тропическом раю, медитировать, заниматься йогой, есть здоровую еду, и все ламборгини и макларены оставить где-то там. Потому что я хочу сфокусироваться на работе, хочу сфокусироваться на графиках и, конечно, на моём здоровье. Надеюсь, вы делаете что-то подобное и не сходите с ума, особенно смотря основные СМИ. В общем, такой у меня взгляд на биткоин сейчас. Обязательно подписывайтесь на нашу V-Launch комьюнити, потому что прямо сейчас мы готовим список анонсов, которые появятся совсем скоро. Спасибо за просмотр и спасибо за все ваши лайки. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипте, и как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok